Я рад вас видеть, надеюсь, что у вас хорошее настроение. Мы потихонечку начинаем. Обязательно сегодня в гостях будет практик. Это Ирина Коноваз. Фактически она будет у нас в эфире через полчаса. Мы сейчас обнёмся немножко и пообщаемся как раз на тему нашего сегодняшнего эфира. А сегодняшний эфир у нас называется так. Письменная оферта. Кому и зачем нужна? Напомню, что предыдущие три выпуска у нас были на следующие темы. Первая тема, которая была, это продающие объявления. В частности, на Домклик. Компания Домклик от Сбер является нашим партнёром Кавоклёма. Вот, собственно говоря, мы обсуждали, насколько это реально, что прям с объявления можно продать. Вторая тема, это была приём входящего звонка, входящего от покупателя, соответственно, по объявлению. Как это лучше принимать, тактика и, собственно говоря, скрипт. Ну и в прошлую пятницу мы обсуждали тему «Два способа показа квартиры, не просмотры». Я, кстати, недавно в тексте у одного из опытнейших агентов на рынке Москвы увидел, что всё-таки путаница есть даже у них. Она написала, вот как бы мы там делаем просмотры, имея в виду, что как раз-таки имея в виду показы для покупателей. А просмотры, всё-таки нужно понимать, что просмотры – это когда мы смотрим для нашего клиента, если я правильно выражаюсь, я тоже учусь. Да, от покупателя, когда мы выступаем, то тогда мы ездим на просмотры. А показы мы показываем. Я думаю, что это как раз для мужчин очень хорошо. Женщины чаще как-то показывают, а мужчины чаще ездят на просмотры. Просматриваясь. Да, просматриваясь. Вот. Итого. Феликс, про оферту вообще. На твой взгляд, на твоим вот таким оценкам. Какая доля вообще агентов пользуется этим инструментом, какая письменная оферта? 0-0-0. В смысле? Ну, практически никто не подожди. Подожди, ты с Хершом несколько лет назад, когда ты с Хершом нашёл и учил всех письменной оферты. Это не совсем так. Я учил как бы только внутри компании. Это не были публичные открытые курсы. У тебя в компании сколько людей вышло? У меня знакомых, которые у тебя учились. Ну, вот смотри, относительно того, что на рынке 120 тысяч агентов, на рынке России, те 200, которые этим пользуются, это 0-0-0. А, ну, 102. Ну, да, согласен. Да, меньше 0-1 процента. Совершенно верно. Поэтому это как бы исчезающая малая величина. Почему? Не понял. Как бы, смотри, мы вчера как бы вчера, был... Не умеют или не хотят? Не-не, не умеют. Нет, не умеют. В первую очередь, не умеют. Нет знания того, что это является инструментом, какую пользу этот инструмент приносит, как им действовать, оперировать и напротив собственника, и напротив покупателя, потому что, когда ты начинаешь им пользоваться, то, в общем, как бы результаты подскакивают иногда на 10, на 15, на 20 процентов. Проект Самолет Плюс отличается тем, что он носит название крупнейшего застройщика страны и для Москвы, Санкт-Петербурга, и области Ленинградской, и Московской. Это имя уже знает практически каждый житель этих регионов. Поэтому, вешая вывеску Самолет Плюс, вы автоматически навигируете поток клиентов к себе для закрытия вопросов, связанных с недвижимостью. Что касается других регионов России, то у компании «Перспективы-24» и нашего партнера, старшего брата-застройщика «Самолет» есть определенные проекты по масштабированию бренд-нейма «Самолет Плюс» и выделенные финансовые средства. И буквально с 1 мая будет официальный старт этого проекта «Самолет Плюс». И я уверена, что буквально через 3-4 месяца большее количество людей из региона будут воспринимать «Самолет Плюс» как именно рицательные, именно точки отдела продаж, и вы абсолютно верно заметили, при дворе, связанные с реализацией бытовых, финансовых и вопросов, связанных с недвижимостью. А ты смог убедить руководителя в этом? Потому что мы же понимаем, что есть руководители агентств недвижимости крупнейших, которые, если что-то внедряют, то тогда сразу становится, ну, по крайней мере, полумассовым характером. Открою тебе секрет. Фраза «руководители что-то внедряют» это самая большая иллюзия, которая есть сейчас у тебя в голове. Ух ты. Ну, хорошо. Я точно знаю, что в одной из краснодарских компаний, ну, это наш партнер, компания «Якс», точно внедряют во всех остальных, не знаю. А почему только у меня вы говорите? Ну, потому что в большинстве случаев агент действует дистанционно от своего руководителя. Руководитель его не видит никак и ни при каких условиях. Он дома у клиента что-то делает. Как его руководитель проверяет сегодня по факту? Ответ «Никак». Нет, подожди. Я же могу поставить KPI. Но если, например, компания системная, мы, кстати, в следующем году будем это еще обсуждать, будет специальная тема посвящена, что дает аналитика. Если, например, компания системная, и помимо всего прочего есть условный KPI, то есть некие ключевые показатели эффективности, и там написано, ты должен, не знаю, в месяц принести там 200... Я тебе отвечу сейчас как агент по недвижимости. Зарплату мне начни платить, и тогда ты можешь мне приказывать и распоряжаться. А пока я работаю на проценте, секундочку, пока я работаю на проценте, я приношу клиентов в компанию, я зарабатываю комиссию для компании. Поэтому давай я тебе буду указывать, что я буду делать, а что я не буду делать. Теперь, смотри, я утрирую специально для того, чтобы продемонстрировать некий образ и концепт, который сидит в голове. Теперь, агент этого вслух не скажет руководителю. Но вернувшись домой, он это обязательно подумает. Поверь моему опыту. Хорошо, давай вот раз уж мы в эту тему зашли. Я еще на заре того, как я пришел на рынок, помню очень хорошо, вдруг услышал, что у агентства, а, как раз на кране был такой клуб, клуб, агентство. Да, был отличный проект. Вдруг я для себя, да, мы все его хотим возродить, но рук у меня лично не хватает, поскольку это такое, нужно самому заниматься. Так вот, мы в рамках как раз, раз уж заговорили, в рамках подобного проекта мы решили сделать, мне просто слово кран не нравится, потом, к тому же, это уже придумано было, нехорошо чужую фантазию использовать, чужие придумки, и мы решили использовать слово... Скип Джобс с тобой бы не согласился, вот прям от слова совсем. Тебе нравится кран? Да, отлично. Кстати, а вот зрители, напишите, пожалуйста, вам нравится слово кран с точки зрения аббревиатуры клуб руководителей агентств недвижимости? И если есть руководители, то напишите, пожалуйста, хотели бы вы отдельную программу для руководителей агентств недвижимости, естественно, для активных брокеров, то есть, которые думают о том быть руководителем и так далее. То есть, речь идет именно об организации бизнеса-агентства, не личного бизнеса-агента, а бизнес-агентства, именно организационные вопросы. На самом деле, мы уже сделали даже целое расписание, правда, рабочее название называется «аводство» от слов «агентство» и «руководство», мы решили так вот сократить, «аводство». Ну, это тоже, на самом деле, плагиат. Тоже неплохо, кстати. Потому что в свое время очень хорошую Артемий Лебедев сделал статью, она называлась «ководство». Почему-то «руководство» не знаю. Ну, у него просто «ководство». У нас нет комментариев слова совсем. Вот, так вот, напишите, если нас смотрят руководители, напишите, пожалуйста, насколько вам было бы интересно. Или дайте варианты своего названия. Да, можно дать. Кстати, мы тогда подарок дадим какую-нибудь книжечку по теме именно руководства. Хорошую книжечку дадим. Хорошую книжечку подарим. Как минимум в электронном виде, если вы не в Москве. Если вы в Москве, то в печатном точно вам отдадим. Так вот, и пригласим на эфир, если в Москве. Так вот, я точно знаю, что тогда говорилось о том, что с точки зрения руководителя агентства недвижимости важно не то, что я не плачу тебе зарплату, а важно, что ты еще занимаешь рабочее место, оно стоит денег. И тогда, если ты неэффективен, я тебя уволю. Все верно. Ты абсолютно прав. Но если человек делает две сделки в месяц и не приносит тебе никаких оферт, или там одну даже сделку в месяц, и при этом не приносит тебе никаких оферт, вряд ли ты ему скажешь, из-за того, что ты не выполнил KPI по офертам, я же его увольняю. Вернее так, увольняю нельзя сказать, я тебя выгоняю. Я тебе точно скажу, что в Аяксе говорят ровно так, потому что там говорят, по крайней мере, для начинающих агентов, которые проходят академию, им говорят... Нет, подожди. Давай, начинающий и тот, кто приносит две сделки в месяц. Нет, ну две сделки в месяц, я тебе точно скажу, в Москве приносит меньшинство. Ну ты же мне сейчас про Аякс говоришь, ты же мне сейчас не говоришь про... Хорошо, в Москве. В Москве это сильное меньшинство. Я знаю, что в среднем по больнице я слышал цифру 0,7 сделок в месяц, в среднем на агента выходишь. Нормально, попробуй уволить агента, который тебе приносит каждый день в месяц 0,7 сделок. Ну выгнать, опять не уволить, выгнать за то, что он мне принес тебе оферту. Поэтому эта история, она не с руководителя начинается. Она начинается с того, кто хочет делать не 0,7 сделок в месяц, а 0,8 сделок в месяц или 0,9 сделок в месяц, используя определенные инструментарии, которые усилий-то особых не требуют. Ну то есть, почему-то акты просмотровые как-то привыкли все подписывать, потому что знают, что это не будет просмотрового. Хотя листинги, да? Не-не-не, это то, что... Акт это, когда ты подписываешь у покупателя и у собственника документ о том, что показ состоялся. Показ, ну или просмотр, в зависимости от того, от кого ты работаешь. Тебе нужна фиксация факта выполненной работы. А, ну чтобы потом, если что, предъявиться услугу. Конечно, естественно. Я думаю, что очень мало людей, которые подписывают акты, не понимая, что их кинуть на услугу, то есть на оплату услуг, можно легко, если у вас нет актов выполненных работ. Я просто это проходил не раз, услышал это от юристов, что если у вас нет актов выполненных работ, то и нет доказательств того, что вы какую-то работу выполняли, по суду отказаться оплачивать комиссию очень легко, даже если вы в итоге продали. Просто мало кто из клиентов с этим, наверное, связывается и лучше заплатить. Комиссию очень в суд ходит. Так вот, окей, вот акты и оферты. Все-таки, возвращаясь к нашей любимой оферте, вообще, какие еще есть бумажки, которые должен или... Должен, не должен, неправильно. Которые выгодно агенту использовать с точки зрения работы. Мы как-то упоминали эту штуку. Мы говорили про еженедельные отчеты и их, как бы, некую роль в процессе формирования лояльности клиента к агенту. И в конечном итоге, если мы сейчас говорим и про покупателя, и про продавца, коррекции ценовых позиций. Мы, кстати, сейчас будем об этом говорить, но мы не будем говорить сегодня от слова совсем об этом отчете. Коррекция ценовых позиций. Можно по-русски? Есть, как бы, идея заключается в том, что и у продавца, и у покупателя есть определенный набор точек с точки зрения цены, которую он готов заплатить, или цены, на которые он готов согласиться, если это собственник. И эти точки, они заранее заданы, и они фиксированы. То есть они каким-то образом были укоренены в голове. В голове именно? Да, конечно. То есть агент про них изначально не знает, он просто может догадываться. Да, он может догадываться, и он о них, скорее всего, не знает. Можно предположить, какие они, но знать про них практически невозможно, потому что это что-то, о чем сам собственник иногда забывает в процессе действий на рынке, он просто физически об этом забывает. Такой посттравматический синдром, неприятные воспоминания о том, что соседи продали за 10, а ты хочешь продать за 12, это вот та самая травма, которую мозг старается как бы забыть. И наличие этих точек требует усилий со стороны агента для того, чтобы вернуть клиентов в реальность к этим точкам. И, например, письменный отчет, я сейчас говорю о письменном отчете в определенной форме, который с определенной периодичностью подается клиенту, он как бы является функцией проявления этих воспоминаний об этих точках ценовых. Потому что там, собственно, отражение рынка, которое объективное, а не субъективное. Это не то, что агент приходит и говорит, ну, там все плохо, мы не получим ту цену, которую ты планируешь. И это субъективное мнение конкретного агента. Тогда как отчет о действиях и результатах этих действий является объективной реальностью, которую невозможно игнорировать. И как следствие клиент потихонечку за 2-3 недели отчетов начинает вспоминать вот эти свои предыдущие когда-то решения и рассуждения по цене. И это, с моей точки зрения, становится неким необходимым элементом в работе агента. Почему письменный? Почему не устный отчет? А потому что письменный отчет позволяет людям к этому все время возвращаться, к этим цифрам, данным, показаниям. Тогда как устный был произнесен, было услышано, вырвано из контекста что-то одно, и собственно все. И в результате мы теряем возможность вот так как бы повлиять на мнение о цене или объекта, или покупки. Одно из двух. У тебя в твоем сегодняшнем семинаре или мастер-классе, как угодно, будет формат подобной оферты? Да, да, конечно, конечно, обязательно. Несколько форм, я покажу несколько форм. То есть, если вы зарегистрировались на сегодняшнее мероприятие, то вы получите презентацию, естественно, автоматически. Если вы еще не зарегистрировались, у вас есть два способа. Либо зарегистрироваться. Сейчас в комментарии мои коллеги кинут ссылку на регистрацию на сервисе Таймпэд, либо просто напишите e-mail в комментариях, в чате к этому эфиру, и мы вам пришлем. Ну и если вы смотрите нас в записи, то же самое, как бы вы можете оставить e-mail в комментарии, и мы вам пришлем презентацию, которая была, будет сегодня у нас в эфире. Соответственно, смотрите в записи, это была. Даже если вы не смотрели полностью мастер-класс, презентацию мы вам пришлем. Не проблема. Я хочу вернуться к твоему вопросу про как бы документы и бумажки. И в принципе, это же работа финансирования. Вот работа агента, она складывается как бы из трех больших составляющих. Это работа финансиста, потому что разговор про деньги и для покупателя, и для продавца, и зачастую, ну например, покупатель говорит, я хочу купить объект, который будет ликвиден через 3, 5, 7, 10 лет. И он рассуждает в этот момент как инвестор. Что такое ликвидение? Я смогу его продать за разумные деньги и так далее. И это одна часть работы. Теперь, работа финансиста подразумевает работу с цифрами, документами, фактами, бумагами и так далее. Вторая часть работы, это работа маркетолога. Маркетолог, это человек, который оценивает рынок, оценивает клиентов, фиксирует клиентов, создает портреты потенциальных покупателей услуги, либо потенциальных покупателей недвижимости и так далее. И это работа с фиксацией данных каких-то конкретных. Третья часть, это продавец. Здесь как раз больше диалогов, но есть люди, которые не воспринимают на слух информацию, они воспринимают в письменном виде. И тогда получается, что часть этих диалогов и аргументов ты должен предоставить в письменном виде. Ну, просто потому, что они не слышат тебя, но они, когда читают, они тебя начинают слышать в этот момент. И последняя часть, это часть, имеющая отношение к юридическим аспектам сделки. Теперь, во всех четырех этих разделах мы просто видим, что без письменных, ну, да, как бы без написания, без фиксации каких-то данных нельзя, ну, не обойдешься, да, это не разговорный жанр или не только разговорный жанр, это коммуникационный жанр, это совсем другая история. Слушай, ты пока говорил, я подумал, что вот 15 января, то есть сразу после новогодних праздников, у меня есть предложение сделать эфир, но это тоже пятница, я вот сейчас вот проверил, это вот первая пятница после старого нового года, так называемого, после праздников. Ох, тяжело там будет. Эфир на тему, кто такой агент по недвижимости, понимаешь, это такой свободный, вольный эфир, потому что у меня есть с тобой даже некий спор, я очень сильно сомневаюсь, что все эти перечисленные навыки финансового консультанта, маркетолога, разговорника, как ты вот сказал, продавца, да, и прочего, и прочего, это все очень тяжело совместить в одном человеке, это там, ну нужно быть просто суперталантом, такие, конечно же, на рынке есть, я думаю, что и ты отчасти или полностью к такому типу относишься, но тем не менее, суть в том, что большинству, конечно, тяжело, и я бы хотел услышать от тебя вопросы, а что ты посоветуешь, если вот я, например, не знаю, ну совсем не дружу с цифрами, и так далее, и так далее, поэтому мы заканчиваем сегодняшнюю разминку, напомню, да, если вам интересно, то следите за нашим сервисом Таймпэд, то 15 января мы скорее всего публикуем все-таки внеблановую программу, которая будет посвящена теме, кто такой агент по недвижимости, это будет такая, немножко другого формата, возможно, наш семинар, но тем не менее, наш колокол. Я заканчиваю разминку, буквально через 5 минут в нашем эфире появится наш практик, во-первых, скажу благодарность, понятно, что мы супер благодарны компании Домклик Ацберг, которая поддерживает нас, и которая на самом деле оказывает серьезную, вот любимое ей слово, модное слово, экосистема, я пока не так это говорю, я пока скажу так, серьезную поддержку рынку агентов и агент по недвижимости, то есть именно такой рынок, потому что, я так формулирую, потому что те сервисы, которые периодически появляются вновь и вновь, и учитывая, что компания там условно 5 лет всего на рынке, по сравнению, например, с Авито или с Цианом, почему-то у них это получает, я честно скажу, лучшее, и мало того, я думаю, что мы сделаем отдельную программу именно с обсуждением вообще чего на рынке появилось за этот год, я просто вчера готовился к некому своему уже семинару, и отмечал некие события, которые прошли за год, и вот отметил, что с точки зрения порталов, ну, там есть еще некие моменты, о которых я тоже расскажу, но тем не менее, вот дом клик, как бы можно в отдельную, в отдельную область поставить, да, кстати, скажу, сегодня в 14.30 мы с Феликсом сделаем ознакомительный, бесплатный мастер-класс к нашим будущим, который пройдет еще в этом году, 18-25 декабря, но уже в 14.30, а не в 11.00, у нас будет мастер-классы, с ним совмещены, я это назвал так, мастер-миксы, Феликс будет говорить про классические вещи, а я буду говорить про то, как это можно упаковать с точки зрения маркетинга, в частности, видеомаркетинга, ну, возвращаюсь к благодарностям, да, и поэтому, если вам интересно эти мастер-классы посмотреть, приходите сегодня в 14.30, то есть, через полтора часа после этого эфира мы возьмем время на обед, и в 14.30 мы вас ждем всего часок, полчаса Феликс поговорит и полчаса я. Так вот, еще благодарность нашим партнерам-спонсорам, это компания DevelopmentUG, федеральный застройщик со штаб-квартирой в Краснодаре, который строит во Владивостоке, в Ростове-на-Дону, Батайске, Астрахани, ну, естественно, в Краснодаре, а также в Перми, и скоро откроет площадку в Нижнем Новгороде. 25 лет застройщик на рынке, очень своеобразная своя ниша, такой комфорт-класс с хорошей доступной ценой. Также федеральный застройщик самолет, который строит, группа самолет, который строит в Москве, в Московской области, и, насколько я знаю, открывает площадку в Петербурге, еще у них есть грандиозные планы, крупнейший застройщик нашего региона, именно московского. Если вы хотите продавать объекты этих застройщиков, то переходите по ссылкам в чате и в описании, регистрируйтесь на портале, не забывайте, на Девилла в МИЮКе есть такое поле промокод, пишите М2ТВ в любом написании, тогда вы получите подарок. А еще наш сегодняшний партнер это сеть агентств недвижимости, федеральная уже тоже, Макромир, агентств недвижимости, каворкингового типа, если можно так сказать, который тоже нас поддерживает на сегодняшнем эфире. Итак, я возвращаюсь к нашей практике сегодняшней, и сегодня у нас в гостях Ирина Коновас, и, так понимаю, это агентство недвижимости на Петровке. Вот, не знаю, вы поднимите? Всем здравствуйте! Оферты письменные. Когда я готовилась к эфиру? Я вспоминала, во-первых, свой опыт агентский, когда я занималась классикой, и когда я занималась методом продаж открытого показа или акционный метод, скоростные продажи. Оферта – обязательный инструмент, когда мы пользуемся этим способом продажи, когда все собираются в один день на объект, и они просматривают, и они знают заранее, что они заполнят эту оферту. Оно не должно выйти на сделку, то есть это не обязательно по этой цене состоится сделка, но это какое-то предложение, которое человек готов оставить здесь и сейчас на объекте. Либо забрать эту бумажку с собой, там есть несколько пунктов, может подумать и прислать ее, потом сфотографировать и так далее. Те, кто продают классикой, редчайший случай, когда они заполняют эту оферту. Я вот слушала Феликса, действительно, я еще сейчас являюсь директором департамента, у меня много агентов. Я продолжаю сама быть в полях и продавать, и также обучаю этому агентов и поддерживаю их в этом. Мои самые успешные агенты, которые работают по классике, никогда в жизни не будут заниматься тем, чтобы заполнять оферту. Но я хочу так сказать, что у меня есть клиенты, которых я уже не успеваю, естественно, сама, и я выхожу в поля и поддерживаю своего агента в работе на объекте. И я выхожу с офертами обязательно, неважно, каким способом я продаю. Лежит, значит, ксерокопия документа на квартиру, значит, выписка из ИГРН, план БТИ и оферта. У меня так. Вот любой показ и просмотровый акт, Феликс, да, обязательно. И для меня это легко. У меня нет такого, чтобы человек отказался заполнить. И я столкнулась с тем, что некоторые из моих агентов, с которыми я стала вести совместные сделки со своими клиентами, просто я не успеваю делать весь объем работы и делаю какие-то ключевые моменты и просто выхожу с ними. Я заметила, что мне говорят, у меня никто ничего не заполняет. У меня никто ничего не заполняет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова